Если всё надоело, вот советы хотела, Пой со мной, это смело, Просто делай, ссы, но делай. Ника Набокова, «Ссы, но делай». Привет! Говорить легко, часто слышу я от людей. Сама-то сидит, в ус не дует, и по любому поводу «Уходи да уходи, не терпи да не терпи, а куда, как? Не все же такие везучие». Думаю, важно и полезно рассказать тебе про мою везучесть. Первое. Я из очень бедной семьи. Бывали эпизоды, когда мне, маленькой девочке, приходилось разбивать тайную копилку, чтобы помочь родителям. На эти деньги можно было купить хлеб, горох, маргарин, рама. Стыд был моим вечным спутником. Пока одноклассники щеголяли в классной одежде, я одевалась в секонд-хенде. Второе. В нашей семье было насилие. Я сейчас нарушаю негласные правила про мертвых либо хорошо, либо никак. Но что поделаешь, факты есть факты. Третье. Мою внешность, мои увлечения, моих друзей жестоко и унизительно критиковали. Четвертое. За свою жизнь я дважды сталкивалась с сексуальным насилием. Один из эпизодов был в детстве. Никто не знал, потому что стыдно, потому что страшно. Пятое. Я рано и очень трагически потеряла маму. После ее смерти все стало совсем худо, и папин алкоголизм начал развиваться семимильными шагами. Мамин уход надломил нас всех. Шестое. Психологическое насилие – неотъемлемый атрибут всех моих прошлых романтических отношений. Я прошла газлайтинг, абьюз, унижение, шантаж, финансовую зависимость, манипуляцией и попытками суицида. Седьмое. Большую часть жизни я провела с ощущением «не такая», «недостойна», «сама виновата», «счастье – это не мое». У меня не было любви, не было поддержки, не было денег и возможностей. Хотелось ли мне чудес, чтобы пришли, наконец, и просто дали что-то хорошее, ведь я его заслужила? Конечно, хотелось. Еще как. Но то был выбор – жрать говно и ждать подачки от мироздания или смириться с тем, что чудес не бывает. И сначала ползти, потом идти, а затем и бежать к нормальной жизни. Взрослый, дееспособный человек способен менять себя и свою жизнь. Точка. Даже если в данный момент находится на самом дне. Даже если видел и переживал много плохого. У всех есть отягощающие обстоятельства, травмы, страхи и ничего, справляемся. Как отлично показывает мой и миллионы подобных примеров, это решаемые проблемы. Эта книга – подробный и пошаговый план действий по выходу из болота и созданию нормальной, устраивающей тебя жизни. Начнем, пожалуй. Кстати, для дополнительной мотивации включай мою песню «СНД» с ней веселее и увереннее идется. Три татушки, три тата, повстречала чудака. Ой, красиво говорит, но сдается мне. Связь тихий, связь тихий, ну чё смотришь, ай, поскачь. Часть первая. Эта часть книги – ответы на твои вопросы про отношения. Почему, зачем, как так, и, конечно, самый главный, прямо сакраментальный. Что делать, если… Глава первая. Я полюбила мудака. Мудоамория – особый вид отношений. Вот есть полиамория, где партнеры договариваются о расширении границ, есть патриархат, где действует жесткое послушание, есть мудоамория, где люди всячески пиздят друг друга. Мудоаморные отношения – территория абсолютного хаоса, оазис абсурда. Что ни день, то бенефис цирка с конями. Программа, правда, всё время одна и та же, просто костюмы у клоунов слегка разные. У мудоаморов принято врать и себе, и другим. С пеной у рта они утверждают, что мечтают о стабильности, о спокойствии, тихой нежной любви, уважении, а делают ровно обратное. От души льют свои отношения по мой, топчутся грязными ботами на чувствах друг друга, с запросом выйти замуж вступают в романы с теми, на ком висит табличка «Занята», а с потребностью наладить семейную жизнь отправляются изменять. Плачутся, жалуются, захлебываясь, рыдают, но стоит только предложить, мол, перестань пилить ногу и болеть сразу не будет, как всё, ты записан во вражины. Ничего не понимаешь в настоящих чувствах, о детях не думаешь, о будущем не печёшься. Поклонники мудоамории гордо носят транспарант с надписью «В любви, как на войне все средства хороши». В упоротом желании властвовать над любимым человеком они пускают в ход манипуляции сексом, детьми, деньгами, мастерское давление на чувство вины, внушение комплексов, набивание с себе цены через подчёркивание собственной значимости. Но цель, конечно же, благая. Любовь да стабильность. Чтобы не бросили, чтобы не оставили, чтобы ценили сильно-сильно. И ведь работает. Длиться это вакханалия может годами. Мудоаморы — люди чрезвычайно занятые. Всегда определён. Миссия их жизни — прояснение контекстов и разгадывание давным-давно решённых ребусов, типа «Чего он хочет?», «Почему он так делает?», «Что он имел в виду?». Имеющиеся ответы никак не нравятся, поэтому исследовательская программа работает круглосуточно в поисках вариантов, при которых дважды два станет равно пять. Занятные ребята, в общем. Ходят слухи, что образ отношений — это выбор, как, впрочем, и образ жизни. Вот, например, Вера. Вера — мудолог. Пора уже официально зарегистрировать это научное направление и присваивать заслуженные звания. Например, профессор мудологии Верунчику очень бы подошло. Она подписана на множество блогов, студирует литературу про разные типы личности, абьюзеров, нарциссов, садистов и прочую нечисть. Конечно, не исключительно из научного интереса. Жизнь вынудила, ведь Вере на мужики — сплошь персонажей из книг по психологии. А счастья хочется. Вот и препарирует отважная девчонка сложно сочиненных героев. Все ей про них, орков окаянных, известно. Как на ладони. Признаки, штучки, выкрутасы, причинно-следственные связи. А толку ноль. Счастья как не было, так и нет. Вместо принцев — очередь из леших и троллей. Почему? Логика веры такова. Изучить особенности, повадки, признаки вдоль и поперек. А далее с помощью этих бесценных знаний либо завалить на лопатки, победить в борьбе с личностным расстройством, либо вычислять подлецов сразу и не вляпываться. Стройно, но только в фантазиях. Потому что, во-первых, акцентуации характера вагиной не лечатся, а во-вторых, проблема же не в том, что монстры прикидываются белыми и пушистыми. Просто никого, кроме них, вокруг веры нет. Будь наш мудолог чуточку повнимательнее к изучаемому материалу, познала бы она самый главный постулат — лучшая защита от абьюзера — крепкая самооценка. Работает как броня с эффектом шапки-невидимки. Понимаешь, любой людоед, он ведь падок на определенные сигналы. Напускное высокомерие, масконедотроги или откровенная неуверенность и инфантилизм, склонность пинать себя — все это мгновенно считывается, унюхивается, и вот он, бравый молодец, уже катит свои токсичные яйца. Плохие отношения с собой — это как запах пота. Ты можешь быть красиво наряжены, идеально накрашены, обладать способностью вести классные разговоры и даже палиться сверху духами ни черта не поможет. Скрыть сей аромат невозможно, как и неустойчивость. Слетятся лишь любители душка. Если же от тебя им не тянет, то им неинтересно. Зато любителям приятных ароматов ты сразу становишься любопытна. Кстати, как и они тебе. Так что, может быть, бог с ней смудологии. Есть же такие прекрасные науки, как любовь к себе, самопознание, взросление. Всяк полезнее. Так как за людьми водится грешок записывать в мудаки всех, кого ни попадя, первонаперво считаю важным обозначить характерные мудачьи признаки. Если человек орет на тебя, оскорбляет, унижает, обзывает тебя, выставляет из дома, проявляет любую физическую агрессию, угрожает тебе, продолжает делать что-то по отношению к тебе вопреки твоему желанию, настаивает на сексе, которого ты не хочешь, обзывает твоих друзей, родственников, коллег, диктует, с кем тебе общаться и что делать, изменяет, обманывает, обесценивает твои чувства, мол, преувеличиваешь, придумываешь и так далее, обещает и не делает. Его можно смело записывать в мудаки. Для отношений такой тип непригоден. Обзывательство, ругательство, агрессия – все это показатели того, что человек не в себе и его безумие переливается через край. Нет, любовью, добротой и заботой это не лечится. Нет, на это нельзя спровоцировать. Сюда не ходи, с этим не общайся, работать тебе не надо, это носи, то нет, и вообще вот-с-вот правил, нет, это не забота, а желание посадить тебя на цепь. Все могут ошибиться, один, максимум два раза, но систематическая неверность – это не ошибка, а стиль жизни и отношений. Кто-то, вот знаешь, подшаркивает правой ногой при ходьбе, а кто-то поебывается на стороне. Нет, это не твоя вина. Вина твоя, проблемы твои. Вторая сторона никогда не признает свою неправоту и обесценивает любую твою претензию, пожелание или просьбу. Договориться возможности нет, любые попытки пресекаются на корню. Нет, до человека, который затыкает уши, невозможно что-либо донести. Постоянное вранье – признак серьезных психологических, а иногда и психических проблем. Нет, ты это перевоспитать не можешь. К сожалению, такие вещи до сих пор нужно объяснять. Я буду это делать до тех пор, пока на подкорке не отложится. Любая физическая грубость равно насилие. Принуждение к сексу – насилие. Любое насилие равно немедленный разрыв отношений. И не важно, что тебя пока просто толкнули, просто дали пощечину, просто таскали за волосы. В следующий раз будет просто пара ножевых. Нет, ты не довела. Это классическая отмазка, сто пятьсот раз описанная в учебниках по личностным расстройствам, одним из которых и обладает твой избранник. Встретился мне как-то яркий пример, не могу им не поделиться. Дело было на катке, куда сей лучший и мудрейший из всех мужей принес свою персону вместе с супружницей и детем. Пока мы стояли в очереди за коньками, барин изволили учить дитё уму-разуму. Преимущественно в выражениях «Ты, конечно, у нас уволень, в маму, но папа всё исправит». Мама, кстати, периодически пыталась вставить свои рекомендации, но любая её инициатива пресекалась. «Ой, да всё не так, молчи уж лучше!» Я всегда с интересом наблюдаю за такими сценами, надеясь, что здравый смысл восторжествует и солнцеликому прилетит в лоб, но... Следующий акт пьесы под названием «Я, царь горы» не заставил себя долго ждать даже без антракта. Помаявшись минут пять с явно неудобным ботинком, жена самого лучшего мужа сказала, мол, не подходит, жмёт, буду менять, и двинулась было к стойке проката, как была остановлена волевым мужним. «Не глупи!» «Что там может быть неудобно?» «Всё удобно!» «Просто ты криворукая, нормально застегнуть не можешь!» Попытки объяснить, что не в застёжке, а в размере дела, остались проигнорированными. Конечно, ведь мужу виднее, жмёт его жене или нет. Семейство выкатилось на лёд, жена чуть прихрамывая, сын скукожившись, как побитый щенок, и он, чуть отстающий от собственного великолепия. И ведь так у них не только на катке и не только про ботинки, а во всём. Не нравится ей что-то, придумывает, хочется ей чего-то, капризничает, и нечего тут из себя строить. Больно ей от чего-то? Вот не надо тут устраивать истерики и выносить мне мозг. День за днём девчонка ходит в жмущей, неудобной, натирающей до крови обуви. А всё потому, что какая-то вражина окрестила подобное поведение признаком настоящего мужика, крепкого плеча, за которым, как за каменной стеной, ага, о которую расшибёшь лоб. Это враньё, запомни раз и навсегда. Мужчина, игнорирующий, подавляющий, демонстративно возвышающийся над своей женщиной слабак и ссыкло, неуверенное в себе существо, гнать его. На самом деле, за каменной стеной заключается как раз в возможности быть услышанной, живой, без боязни озвучивать свои потребности, желания и чувства. А вот маменькин сынок пример вроде совсем из другой оперы, но тоже про мудизм. Экземпляр не просто раздражающий, но и весьма опасный для хороших отношений, неподходящий. Совсем. Начнём с того, что наличие мамы и бегание к ней по любому поводу вовсе не обязательно. Это крайняя стадия синдрома маменькин и её сложно не заметить. Но есть и другие проявления. Неприметное течение данной хвори выражается в обвинениях всех и вся в своих проблемах. Знаете, вот как трёхлетки истошно вопят. Мама плохая, мама то не сделала, это не сделала, и поэтому я такой несчастный, валяюсь на полу, выкинул игрушки в окно и разбил сервиз. У маменькиного сынка на любой случай имеется мама, которую можно обвинить в своих невзгодах. Кто-то сильнее и могущественнее его настолько, что управляет всем от поведения до самочувствия. Маменькин сынок с элементами агрессора расскажет, что орёт, обзывает или поднимает руку на женщину, потому что она что-то там не так сказала, сделала или не сделала. Маменькин сынок с вкраплениями блядства поведают грустную историю о том, как бегает к другим сиськам, потому что законные плохо выглядят, любят или заботятся. Ленивое мамина солнышко обвинит в своей несостоятельности либо бабу, которая плохо вдохновляет, либо жестокий мир, дающий кому-то всё, а кому-то пивное пузико. У Бухарика за маму бог, пославший такую хворь, проклятые политики, просравшие страну. Как же по этому поводу не выпить? Плохая погода, которая так и шепчет. А, ну и женщины, разумеется. Как рядом с такой мегерой не прибухнуть? Многим ошибочно кажется, что маменькины сынки сплошь плюгавые и неприметные, а нет. Среди них множество, на первый взгляд, успешных, даже знаменитых людей. Вот, пожалуйста, актеры, певцы, продюсеры, стильные мира сего. Все толдычат, мол, баба управляет поведением мужика. Из-за них, нерадивых, гуляем, пьем, бьем, остановиться не можем. Мы бы и рады по-другому, но как при таком-то менеджменте? В общем, дорогая, слышишь песню про «Я такой, потому что он, она, оно, они» или «Он так сделал из-за того, что она», знай, перед тобой мамкин хулиган. Чтобы тебе было попроще, вот чек-лист, с помощью которого ты сможешь легко определить, кто перед тобой, взрослый мужчина или маленький мальчик. Многие барышни страдают обманом зрения, думают, что живут с мужчиной, а на самом деле там трех, ну, в лучшем случае, пятилетка. Сейчас мы под увеличительным стеклом все рассмотрим. Мужчина берет на себя ответственность за свои слова и поступки. Короткие штанишки в случае любого косяка винить тебя или жестокий мир. Он изменил, потому что ты не уделяла внимания, растолстела, обнаглела. Он наорал, потому что ты довела. Он зависает где-то сутками, потому что ты душная. Он мало зарабатывает, потому что его никто не вдохновляет. Человек на сто процентов уверен, что его жизнь и действия управляются женщиной. А кому свойственны такие идеи? Конечно же, детям, ведь у них мама, царь и бог. Мужчина готов решать проблемы и искать компромисс. Короткие штанишки. Наотрез отказывается сотрудничать, либо ложно соглашается, мол, да-да, но ничего не меняется. Нет, мы не будем разговаривать. Нет, это все ерунда. Что ты вообще ко мне пристала? Нет никакой проблемы, не придумывай. Дети не договариваются. Эгоцентризм отличительная черта несформированной личности. Мужчина слышит, что ты ему сообщаешь и корректирует свое поведение по отношению к тебе в зависимости от услышанного. А именно, заботится так, как тебе это нужно. Речь, конечно, об адекватных потребностях. Проясняет моменты, которые для тебя важны и идет на уступки и вновь в адекватном объеме. Короткие штанишки. Плевать хотел, что ты там говоришь. Он и его желания центр вселенной. Заботится, как и когда ему удобно. Проявляет активность, когда ему что-то надо. То, что многие ошибочно принимают за сильный интерес, например, навязчивые попытки быть с тобой даже после твоего твердого нет, на самом деле ничто иное, как истерика в супермаркете, где мама не купила игрушку или шоколадку. Дети не умеют учитывать мнение и желание других и не имеют важного навыка осознавать, что их поступки и слова могут отражаться на окружающих людях. Как использовать эти знания? Прежде всего, для адекватной оценки ситуации, ведь решение любой проблемы начинается с осознания. Часто мудака видно издалека. На 100% от мудака никто не застрахован. Есть в этом мире и социопаты, и откровенные нелюди, сходу распознать которых не под силу даже суперпрофессионалу. Но их в разы меньше, чем трагичных историй. А это значит, что... Что обычно мудачье демонстрирует свою натуру прямо с порога, просто кто-то не понимает. Начнем изучение повадок с откровенных людоедов. Вот их признаки. Рассуждение про правильное женское поведение. Вот это все место женщины у плиты, только шлюхи фотографируются в купальниках, бабы ни на что не способны, моя женщина будет сидеть дома. Такие увлечения или работа не для нормальной девушки. Наплевательское отношение к границам. Ты сообщаешь, что не готова к сексу, человек кивает и продолжает переставать. Тебе звонят, а твой новый знакомый интересуется, кто и по какому поводу. Ты отказываешься от чего-либо, а он улыбается и настаивает. Сюда же относятся непрошенные фото его члена. Слишком высокая скорость сближения. Сходу активное участие в твоей жизни и проблемах прямо волшебник в голубом вертолете, который мгновенно все берет на себя. Ты женщина моей жизни, на втором свидании пойдем замуж на третьем. Любое проявление агрессии. Грубые прикосновения, хватание за руки, за одежду, сильные шлепки, подзатыльники, вообще любые удары, угрозы, а то, но я тебе сейчас покажу, подумай хорошо, до чего ты меня доводишь и так далее. Шантаж, ор, мат, оскорбление. Перекладывание ответственности. Все кругом дураки, идиоты, бывшая шлюха, начальник тварь, друзья-предатели и так далее. Сомнительный анамнез. Судимости, слишком ярая религиозность, зависимость, непонятная деятельность, высокий интерес к насилию и восторженные отношения к оному и уж тем более информация о насилии в прошлых отношениях. Друзья со социальным душком господин.